В прежние годы, в разгар лета, жители Иссыкуля уже вовсю торговали у дороги, выращенными в их садах плодами. Но в этом году дорогу до Челпанаты закрыли на ремонт. Поток отдыхающих проезжает в объезд основной трассы, а местные жители несут убытки. Мы все здесь бедный народ. Нам сейчас очень непросто приходится. В это время мы уже продаем туристам овощи и фрукты, а сейчас торговли нет. К нам бы уже приезжали отдыхающие, но их нет. На всем отрезке дороги до города Челпанаты снято асфальтовое полотно. Активно работает техника, но дорожники сами не уверены, успеют ли достроить трассу до начала всемирных игр кочевников. Даст Бог, завершим дорогу вовремя. Скоро начнут укладывать асфальт. Мы заканчиваем строительство моста. Строительство Иссыкульской трассы с самого начала было богато на скандалы. Экс-премьер Тимирсариев подал в отставку из-за якобы нечестно проведенного тендера при выборе строительной фирмы. Теперь вот местные жители и бизнесмены жалуются, что не смогут заработать во время туристического сезона. Местные жители возмущаются, хотят, чтобы мы работы быстрее завершили. Тем более они ждут туристический сезон, чтобы заработать. А мы им создаем неудобства. Для большинства местных жителей летний туризм – единственный способ заработать какие-то деньги и жить на эти средства до следующего сезона. Но в этом году они останутся в накладе. Отдыхающим в ближайшие два месяца придется добираться до пансионатов иными путями. А это уже город Балакчи. Центральная улица, по которой прилегает трасса государственного значения Бишке-Каракул. Дорожники без согласования с местными жителями разворотили более пяти километров дороги. Владельцы кафе и магазинов несут большие убытки, потому что туристы и клиенты едут в обход этой трассы. Сейчас уже разгар дня, но почему-то строители дороги не ведут никаких работ. Почему городские власти не предупредили горожана о начале работ, остается догадываться. Мэрия на контакты не идет и не дает никаких пояснений. Поэтому жители весь гнев срывают на дорожниках. Если сказали бы, что дорогу закроют, мы где-то другое место, в курортном месте нашли бы свое место, в аренду взяли бы хотя бы. Это во-первых. Во-вторых, раз дорогу раскручили, можно было бы в фирме в три смены работают, но в краткий срок сделать. Это тоже возможно. Сейчас посмотришь, приходят, уходят, приходят. Как таковой мы работы не видим. У нас сейчас торговли вообще нету, тяжело. А у вас какой бизнес? Вот магазин у нас. У людей есть кредиты. Как насчет этого кредита будем? Мы целый год ждем этот сезон. Горожане начали сбор подписей. Предлагают открыть хотя бы одну полосу дороги, чтобы туристы могли проезжать мимо кафе и магазинов. Ближе к вечеру дорожники на объекте все же появились. Я приношу свои извинения местным жителям за те неудобства, которые мы им причиняем. Но я думал, люди должны радоваться, что им за 60 лет, грубо говоря, дорогу построят хорошую. Ну, пострадают тут два месяца. Я понимаю, что они ждали там сезон или еще что-то такое. Ну, у нас были года и похуже. Дорогу к играм кочевников завершить постараются, а вот жителям придорожных городов и сел придется затянуть пояса, найти на ближайшей осени-зиму новые источники дохода и ждать следующего лета. Шавкат Ругаев, Азат Интымаков. Настоящее время Иссыкуль, Кыргызстан.